За чистоту на вверенных территориях 19 микрорайона боролись представители КСК. Наша камера застала председателя вместе с работниками по адресу АОСВА 157. Дружно вооружившись необходимым инвентарем, работники городского дворца культуры Уюнир и парка Шахтер тоже приступили к уборке. Общими усилиями за несколько часов территория Уюнира и парка преобразилась. Были убраны опавшие листья и мусор. Конечно, один раз в месяц можно выйти. Дорогие экибастузы, не оставайтесь в стороне, пожалуйста, примите участие в субботниках города. Несмотря на пенсионный возраст, я в числе многих вышла на субботник. Чистота и порядок нужны для нас же самих, поэтому не остаемся в стороне. Сотрудники Центра ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Акимата города Экибастуза, провели расчистку территории от улицы Сатпаева до Тарайгырова. Отрадно, что люди, чья работа далеко не связана с экологией, собственным примером показывают, как важно сохранять хрупкий баланс природы и человека. Это уже как бы преемственность поколений, это идет уже с воспитания нашего. Каждый год перед началом зимы и весной мы выходим, участвуем, облагораживаем свой город, помогаем, вкладываем свой вклад в чистота, здоровье. Экибастуз у нас же общий дом и никто не остался в стороне. Массовый экологический субботник прошел в рамках общенациональной акции «Нет мусору на природе», объявленный главой государства Касым Жомартом Тукаевым. Студенты, коллективы разных организаций и учреждений не остались в стороне. Об этом каждый рассказал на своей странице в социальных сетях. Здесь стоит напомнить, что общественным объединением «За будущее Экибастуза» объявлен конкурс для наиболее творчески активных участников субботника. Всего будут три номинации «Креативный субботник», «Больше чем просто уборка» и «Дружный двор». В период с 8 по 16 октября необходимо разместить конкурсные работы в Instagram с хэштегом «Экибастуз на субботнике 2022». Для победителей предусмотрены дипломы и призы.